Приветствую вас, мои хорошие! Итак, выходные, мы снова с вами на прогулке. И как вы догадались, мы снова в ботаническом саду Brooklyn Botanical Garden. И кто же нас сегодня встречает? Нас встречают наши старые знакомые, канадские гуси. Эти гуси значительно отличаются от тех диких, которые были в моих предыдущих видео. Как видите, они совершенно не боялись. Дали себя поснимать. С грациозностью щипали травку. И было совершенно ясно, кто здесь хозяева. Вельможи вот такие важные, красивые очень птицы. Не знаю, люблю я канадских гусей. А здесь вы видите причину, почему мы решили все-таки второй раз через неделю прийти снова в ботанический сад. Потому что расцвела сакура. Невероятно красиво. В прошлый раз как бы были магнолии, а теперь сакура. И это все не может не радовать. И хочется понаслаждаться вот этим дыханием весны. Хочется понаслаждаться этой красотой, этой зеленью. Ну, я не знаю, может быть, где-то на свете наверняка есть еще такая прелесть. Но еще раз повторяю слова героини рассказа Паустовского «Стальное колечко». Нигде нет так прекрасно, как у нас в Пенькове. Вот для меня тоже нигде нет прекрасно, как у нас дома в нашем ботаническом саду. Невероятная красота. Я, конечно, подышала воздухом. Была теплая погода. До этого, конечно, резко похолодало. Я знаю, даже в Канаде выпал снег. И Леночка из Канады показывала магнолии в снегу. Конечно, я такого никогда не видела. Но нас как бы пронесло. Было резко похолодало. Был сильный такой неприятный ветер. Но снега, слава богу, не было. И я надеюсь, что все-таки канадские цветы выживут. И все будет хорошо. Они ведь стойкие. Они ведь молодцы. Они ведь так похожи на нас, правильно? Ну, а здесь мы с вами гуляем и дышим этой красотой. Наслаждаемся этим чудом. Полно народу. Иногда даже, если вы чуть позже придете, приходится отстоять очередь. Потому что люди хотят немножечко вырваться на свободу. И побывать немножко в сказке. И я считаю, что это самая настоящая сказка. Во всяком случае, для меня. Красота невероятная. Божественная. Посмотрите, как радостно бегают дети. Просто чудо. Ну, вы не беспокойтесь, мои дорогие. Винтаж для вас тоже сегодня будет. Вы не думайте, что я вас кормлю только природными зарисовками. Вовсе нет. В конце, для самых терпеливых, будет и сюрприз. Моя потрога по увлечению, Наталья из Киева, приготовила зарисовку для темы «Жизнь в розовом цвете» или «Наденьте розовые очки». И сделала очень интересный сюжет. Ну, вот здесь вы видите, что главное здание Бруклинского ботанического сада. А это у нас багряник. Насколько я вычитала, это багряник. А здесь, вы смотрите, как здорово. Туда, конечно, внутрь видится цепочку. Заходить нельзя. Это для работников сада. Но как здорово посидеть вот так вот вечерком, попить чай и полюбоваться на эту зелень. Это называется «Fragrance Garden», то есть «Сад запахов». Вот. И здесь пахнет, конечно, невероятно. Жалко, камера не передает. Но здесь собраны именно вот такие растения пахучие. Candy Taft, да? Невероятно красиво. Название растений можно посмотреть, если вы заглянете на сайт bbg.org. Это сайт Бруклинского ботанического сада. И там вся эта красота. Ну, а сейчас я оставляю вас наедине с музыкой. И красотами. Ну, а в конце сюрприз от Натальи, как я уже сказала. И хочу ей сказать огромное спасибо. Огромное преогромное. За предоставленный материал. Было очень здорово и интересно все посмотреть. Ну, и приятного вам просмотра. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I will show you the way how I feel, the way how I dream, I will show you the way how I love you, my dear. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, друзья! В моем саду наконец распустился первый розовый цветок – морозник. Его цветение радует не только меня, но и проснувшихся маленьких обитателей сада. А сегодня я хочу показать еще один сад. Сад из моих розовых брошек. А начну знакомство вот с этого фееричного цветка, яркого, блистающего фейерверком кристаллов Аврора Бориалис. В саду порхает не менее импозантная розовая бабочка с внушительным размахом крыльев. И, конечно, в этом саду живет моя любимая жарь птица от компании 1928 с розовым хохолком и глазками. А вот главное украшение сада – чешская красавица. Лучистое сияние морозного стекла, благородный розовый цвет кристаллов. Настоящее сокровище. Якутен сад розовой шелковой дымкой. Этот газовый шарф в далеком 1945 году привез из Манчжурии мой прадед и подарил своей внучке, моей маме. У меня сохранилось яркое воспоминание из детства. Мама открывает большую картонную коробку, и я впервые вижу это воздушное облако, сияющее первомутровыми переливами. Такое мягкое и очень приятное. Нужно ли говорить, что после этого я питаю особые чувства к натуральному шелку? А шаль я иногда достаю и наслаждаюсь ее ни с чем не сравнимой нежностью. Вот такой получился у меня розовый сад. Надеюсь, он вам понравился.